Начинаем первый модуль нашего тренинга «Объекты платформы 11.3.8». В рамках этого модуля мы начнем с самого простого. Установим платформу 11.3.8. Далее создадим новую информационную базу. И в рамках этой информационной базы будем создавать объекты, с которыми будут работать пользователи. Мы познакомимся с такими объектами, как справочники, перечисления, константы. Создадим документы. Создадим регистры накопления и регистр сведений. И обеспечим формирование движений в этих регистрах. Итак, обо всем этом детально и последовательно в рамках следующих 5 дней нашего тренинга. Рад вас приветствовать. Меня зовут Евгений Гилев. И мы начинаем курс программирования в 1С за 21 день. В рамках данного вступительного видео мы расскажем о целях данного курса, рассмотрим структуру курса и также порекомендуем методику обучения. Итак, целью данного курса является познакомить слушателя с основами разработки на платформе 1С предприятия 8. В рамках этого курса мы рассмотрим практически все объекты платформы 1С предприятия 8, создадим их и порассмотрим, как они работают. Таким образом, вы узнаете о всех возможностях платформы, научитесь решать простые задачи и получите первые навыки разработки в 1С. Демонстрация возможностей платформы в этом курсе будет проводиться на примере решения сквозного примера. Мы разработаем конфигурацию для учета в мебельной компании. При этом будут автоматизированы у нас и торговые операции, и бухгалтерский учет, и расчет заработной платы. Таким образом, у нас будет довольно широкий охват используемых объектов. С другой стороны, мы не будем погружаться в детали и нюансы. В рамках решения задачи мы будем выбирать наиболее простой вариант решения, пусть он и не является самым оптимальным. Самое главное в рамках этого курса – решить поставленные задачи. А уже в последующих, старших курсах, будет производиться оптимизация, будем рассматривать детали и нюансы работы платформы. Структурно курс состоит из шести модулей, в каждом несколько дней занятий. Как вы понимаете из названия, вообще курс состоит из 21 дня занятий, и каждый день мы рассматриваем теорию и практику в рамках видеоуроков. Это 30 минут. И также домашнее задание, на выполнение которого потребуется вам от 15 до 30 минут. Таким образом, для того, чтобы пройти этот курс за 21 день, необходимо выделять ежедневно 1 час времени. В рамках каждого дня тренинга во вступление мы ставим себе решаемые задачи. Далее, собственно, идет основной контент текущего дня. Мы разбираем информацию и после подводим итоги, плюс даем определенные рекомендации и подчеркиваем нюансы, на которые следует обратить внимание. Если у вас возникает вопрос по ходу изложения материала, то имеет смысл выписать его либо в отдельный файл, либо на листочек, и продолжить просматривать видеоуроки. Часто бывает, что ответ на вопрос содержится уже в ближайших видеоуроках, поэтому просмотрите текущий день до конца. Итак, в рамках этого курса вы познакомитесь с платформой 11 предприятия 8, причем с самой последней версией платформы, версия 8.3. Стоит отметить, что возможности платформы действительно огромны, и не стоит ожидать, что за 21 день вы узнаете абсолютно все. Наша основная задача – за 21 день сформировать базис, на основе которого вы в дальнейшем можете развивать и совершенствовать свои навыки. Также отмечу, что на протяжении многих лет на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по 1С. И я надеюсь, что вы станете востребованным специалистом 1С. Итак, на этом мы введение завершаем. Желаю вам успехов в обучении и самореализации. Начинаем первый день тренинга 1С программирования за 21 день. И в рамках текущего дня мы, во-первых, рассмотрим общие сведения о платформе, дадим необходимые понятия и термины. После этого перейдем к установке платформы. И здесь надо отметить, что существует русскоязычный сайт, откуда можно скачать платформу, и есть англоязычный ресурс. На текущий момент, на момент записи тренинга, на русскоязычном ресурсе доступна только версия платформы 8.2. Мы ее, конечно же, скачаем и установим. Но нас интересует самая последняя платформа – версия 8.3. Для того, чтобы ее получить, мы обратимся к англоязычному сайту и оттуда выполним установку. На момент обучения на этом тренинге, возможно, на русскоязычном ресурсе тоже выложат платформу 8.3. И в этом случае вам не придется обращаться к англоязычному сайту 1C-DN.com. Итак, после того, как платформа установлена, мы покажем, как установить типовое решение, то есть конфигурацию «Бухгалтерия 8». И далее познакомимся с основами работы в пользовательском интерфейсе. Во-первых, мы рассмотрим, какие в принципе бывают интерфейсы. И далее поработаем с основным интерфейсом платформы 8.3 в качестве пользователя. При этом будут рассмотрены такие понятия, как справочники и документы. Что такое справочник? Это список однотипных объектов. То есть, например, список товаров, список сотрудников, список наших клиентов, список складов. Соответственно, пользователи могут создавать информацию о справочниках, например, добавить новый товар, а в дальнейшем работать с этим товаром при оформлении документов. Документ характеризует собой совершаемую на предприятии операцию, например, покупка товаров, продажа товаров, перемещение товаров между складами. Все эти операции отражаются с помощью ввода документов в систему. И когда мы создаем новый документ, ну скажем, продажу товаров, мы должны выбрать информацию из справочников. Например, мы должны указать клиента, мы должны выбрать товар, указать склад, указать организацию. Выбор всех этих объектов осуществляется из соответствующих справочников, которые были заполнены ранее. Кроме этого, следует ввести еще один термин для документов. Это понятие проведения. Документ может быть просто записан, а может быть проведен. Проведенный документ изменяет информацию в системе. То есть, например, если мы провели документ продажи товаров, это будет означать, что мы списали товар со склада, отразилась прибыль от продажи, зафиксировался долг клиента перед нашей компанией и так далее. То есть проведенный документ изменяет систему. А если документ просто записан, то он ничего не делает. То есть это означает, что перед нами просто черновик. Именно проведенный документ имеет силу. Естественно, обо всем этом подробно и детально мы будем говорить на протяжении всего нашего тренинга Итак, в следующем уроке приступаем к материалу первого дня Представим общее сведение о системе программы 11 предприятия, а также ведем ряд важных определений И прежде всего рассмотрим, где в реальной жизни используются 11 предприятия Если вы обратитесь к любой организации, будь то коммерческое или бюджетное учреждение Вы наверняка узнаете, что пользователи этой организации работают в 1С Либо в другой информационной системе, но 1С наиболее распространена на территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья Итак, кто работает в 1С? Во-первых, 1С это родная среда для бухгалтера Сюда вносятся определенные данные, формируются отчеты, которые в последующем сдаются в фискальные органы, налоговые инспекции и фонды Также в 1С работает и управленческий персонал, то есть руководство, которое анализирует информацию о прибыли, о динамике развития предприятия, а также о соответствии плановых и фактических показателей Ну и вообще в 1С вносят определенные данные все сотрудники, которые участвуют в жизни компании Это и сотрудники склада, и менеджеры по продажам, логисты, кладовщики и многие другие Таким образом, система программы 1С предприятия предназначена для решения бизнес-задач И именно под эти задачи она оптимизирована Конечно, на встроенном языке 1С можно разработать и простейшие игры, но скорее это исключение из правила Все-таки система программ предназначена для того, чтобы автоматизировать процессы бизнеса Теперь давайте рассмотрим, из чего состоит система программ 1С предприятия Во-первых, это платформа Далее, конфигурация и информационная база Платформа – это средство разработчика С помощью нее программисты описывают определенное поведение системы Пользователи работают с конкретной информационной базой и вносят в эту базу данные Чтобы понять предназначение вот этих трех компонент Платформа, конфигурация и информационная база, приведем следующий пример Допустим, у нас есть персональный компьютер, на котором установлен текстовый редактор Microsoft Word И табличный редактор Microsoft Excel Соответственно, пользователи могут создавать с помощью этих редакторов файлы с различным содержимым В этом примере сами редакторы можно соотнести с конфигурациями Именно конфигурация определяет, какой функционал пользователю доступен Какие документы доступны, какие действия он может выполнить, какие отчеты сформировать Также и наши редакторы Microsoft Excel обладает одним функционалом, Microsoft Word обладает другим функционалом Далее, те файлы, которые создают с помощью редакторов, представляют собой информационные базы Именно с ними работает пользователь, именно в них добавляет данный пользователь Причем со временем данные могут увеличиваться Ну а собственно сам персональный компьютер, который обеспечивает возможность работы и редактора, и создания файлов Это и есть платформа Именно посредством платформы и создаются новые конфигурации И обеспечивается работа пользователя в них Существуют различные конфигурации, которые автоматизируют те или иные виды бизнеса При этом конфигурации, которые заточены не на конкретное предприятие, а предназначены для широкого круга организаций Называются типовыми решениями Наиболее известные типовые решения это 1С Бухгалтерия 8 1С Управление торговли 1С Зарплаты управления персоналом 1С Управление производственным предприятием На смену последней системы, то есть 1С Управление производственным предприятием В скором времени придет система, которая будет называться 1S ERP, управление предприятием. Ну и давайте вернемся к нашему примеру. У нас еще есть экземпляры книги. Эти экземпляры могут быть отнесены с информационной базой, с которой работают пользователи. Ведь книги могут читать разные люди, некоторые могут делать отметки, некоторые могут загибать странички в интересных местах. Поэтому книги нельзя назвать одинаковыми, они являются похожими. Так и информационная база, в зависимости от того, какая организация работает в информационной базе, вносятся в нее те или иные данные. Давайте еще раз загребим схематично вот эти три понятия. Итак, прежде всего изобразим информационную базу. Обычно база данных изображается в виде такого цилиндра. И самое главное здесь те данные, которые вносят сюда пользователи. Поскольку на этих данных будет строиться отчетность. Итак, это информационная база. Часть информационной базы занимает конфигурация. Именно она определяет тот функционал, который будет в этой информационной базе. Еще раз напомню, что это может быть, скажем, 1С-бухгалтерия или 1С-управление торговлей. В зависимости от того, какая конфигурация выбрана, будет разный набор объектов, разный набор документов, разный набор отчетов. Ну и у нас есть еще платформа. Давайте я сразу же так обозначу 1С-в8-экзэ, чтобы это было понятно, что перед нами действительно исполняемый файл. Ну и во-первых, с помощью платформы создается конфигурация. А во-вторых, работа информационной базы обеспечивается платформой. В простейшем варианте информационная база это определенный файл, ну или набор файлов на диске. А чтобы этот файл был корректно отображен пользователю в виде отчетов, документов, элементов справочников, используется именно платформа 1С-предприятие-8. Отметим, что конфигурации могут быть типовыми. Например, 1С-бухгалтерия-8, 1С-управление торговлей. Либо могут быть самописные решения, которые нацелены на решение задач определенного предприятия. И, собственно, в рамках нашего курса мы с вами создадим свою собственную конфигурацию, которая будет решать определенные задачи. Отметим, что в платформе есть встроенный язык, который позволяет запрограммировать определенные процессы. Этот язык является языком высокого уровня и нацелен на решение бизнес-задач. С помощью средств встроенного языка мы можем быстро запрограммировать те или иные бизнес-процессы предприятия. Итак, мы рассмотрели, что такое платформа, конфигурация и информационная база. Последняя часть текущего урока давайте мы поясним термин внедрения 1С-предприятия. Когда некая организация приобретает систему программ 1С-предприятия, ну, допустим, конкретные типовые решения, например, 1С-бухгалтерия 8, начинается процесс внедрения. Этот процесс означает не просто установку платформы и информационной базы на компьютеры пользователей. Также он подразумевает собой обучение пользователей, описание бизнес-процессов, то есть кто что должен делать и какие данные куда вносить. А также при необходимости происходит адаптация типового решения под нужды конкретного предприятия. Это несомненный плюс 1С, то что можно взять типовое решение и довольно быстро адаптировать его, то есть изменить под потребности конкретной организации. Специалистов по внедрению системы 1С-предприятия иногда называют внедренцами, но наиболее устоявшиеся термины это программист 1С и консультант 1С. Ну что ж, на этом заканчиваем урок с общей информацией. Наша задача установить платформу 1С-предприятия 8, но для начала небольшой экскурс в историю. На текущий момент различные организации применяют разные версии 1С-предприятия. Можно выделить 5 наиболее распространенных версий. Платформа 1С-предприятия 7.7 является устаревшей системой, она вышла в 1999 году, как вы понимаете, прошлый век, и она совершенно не соответствует современным требованиям. Далее пошли в версии платформы 8.8.0, 8.1, уже применяются тоже довольно редко. Наиболее используемые версии это 8.2 и 8.3, причем последние являются наиболее прогрессивной. В частности, от платформы 1С-предприятия 8.3 возможно работать с помощью мобильных устройств под управлением Android и iOS. И именно эту версию мы будем изучать в ходе нашего курса. Итак, наша задача установить платформу. Обращаемся к официальному сайту 1С-в8.1c.ru. Далее в главном меню находим методическую поддержку, и здесь есть команда учебной версии. Как мы понимаем, учебную версию можно скачать бесплатно. Обращаемся по соответствующей ссылке, попадаем в интернет-магазин онлайн 1С.ру. И здесь для получения продукта бесплатно нужно просто-напросто заполнить анкету. Указываем свое FIO, указываем e-mail адрес, куда будет отправлена ссылка. Все остальные поля являются необязательными. Далее читаем лицензионное соглашение и принимаем его. И отправляем запрос на получение учебной версии. Обратимся к нашему почтовому ящику. Видим, что уже пришла ссылка на скачивание продукта. Ну и, соответственно, давайте выполним скачивание. Через некоторое время архив скачается. Давайте обратимся к нему. Распакуем. В нем содержится довольно большое количество файлов, поэтому распаковка тоже займет определенное время. Готово. И теперь обратимся к папке, куда вы выполнили распаковку этого архива. Итак, мы можем запустить авторан.exe. И здесь есть несколько вариантов установки. Можно установить все и сразу. Можно выбрать, устанавливая компоненты. А можно вообще установить платформу вручную. Для этого есть каталог платформ, где, собственно, и находится дистрибутив. Но давайте мы воспользуемся вот этим помощником установки и выберем компоненты вручную. Сейчас, на текущий момент, нас интересует только платформа. Я нажал на соответствующую гиперссылку и начался процесс установки платформы. Итак, нас приветствует мастер. Переходим к следующему шагу. Здесь по умолчанию предлагается установить платформу 1С предприятия и интерфейсы на различных языках. Такой вариант нас вполне устроит. Далее давайте я принадлительно укажу язык интерфейса русский и кнопка «Установить». Сам процесс установки тоже потребует определенного времени. Итак, готово. Система предлагает открыть реадми файл, но на самом деле здесь ничего мега интересного в этом файле не будет. Он открывается у нас в браузере. Описываются возможности учебной версии платформы. Теперь давайте непосредственно запустим установленную учебную версию. Обращаемся к меню «Пуск» «Все программы» и вот видим, появилась новая группа 1С предприятия 8.2 «Учебная версия». Обратимся к 1С предприятию и сейчас откроется список информационных баз. Собственно, начиная с этого диалогового окна и начинается работа системы 1С предприятия. Пока в списке нет ни одной информационной базы, но уже в ближайших уроках мы создадим свою первую информационную базу и выполним ее запуск. На текущий момент подавляющее большинство пользователей работает под платформой 1С предприятия 8.2. Но с каждым днем ситуация будет меняться. Количество пользователей 8.3 будет увеличиваться, а 8.2 уменьшаться. Поэтому, конечно же, имеет смысл сосредоточить все усилия на изучении новой версии платформы 1С предприятия 8.3. Итак, наша цель – установить эту платформу. И для начала давайте обратимся по первой гиперссылке, где мы сможем понять, какие релизы являются наиболее актуальными, то есть какие версии программы. У меня открыта эта ссылка в браузере. Я обращаюсь к технологическим дистрибутивам. В частности, здесь можно найти дистрибутивы платформы 1С предприятия 8. И здесь мы видим следующее. Вот у нас есть технологическая платформа 8.3.3.687. Ну и 8.2.18.109. Собственно, наша цель – установить именно 8.3. Как же это можно сделать, если на сайте действительно доступна версия только 8.2, по крайней мере, на текущий момент? Я надеюсь, что в ближайшем будущем, при скативании архива, туда будет вложен дистрибутив 8.3. Но на текущий момент это не так. Ну что ж, у нас есть другой вариант получения бесплатного дистрибутива учебной версии. Мы можем обратиться к англоязычному сайту поддержки разработчиков 1C Developer Network. Итак, давайте откроем данный сайт. 1C Defice DN.com Это англоязычный сайт. Как вы знаете, система программ 1S Enterprise распространена и за рубежом, и причем с каждым годом. Она получает все большее и большее распространение. Давайте сейчас обратимся к разделу Learn, то есть обучение. Ну и выберем гиперссылку Building Your First Application. Здесь есть ссылка Download the free 1C Enterprise platform. Обращаемся к ней. Training version, то есть версия для обучения. Обращаемся к скачиванию. Как вы понимаете, требуется регистрация. Обращаемся к гиперссылке Free Sign Up. Указываем свой логин. Я выберу логин Programmer1CV8. Указываем определенный пароль. Далее имя и фамилия. Ну и обязательно email адрес. Регистрируемся, но предварительно нужно заполнить код, то есть доказать, что вы не робот. Нажимаем на кнопку Sign Up, то есть регистрация. Теперь нужно активировать аккаунт с помощью ссылки, отправленной по электронной почте. Обращаемся к нашей электронной почте. Вот оно, новое письмо. И подтверждаем регистрацию. Готово. Ну а теперь мы можем входить. Указываем логин и пароль. Входим на страницу. И нам нужно вновь обратиться к разделу Learn, Building First Application. И обратиться к ссылке на свободное скачивание платформы. Мы видим, что представлено несколько версий. В частности, версия 8.2.18. Нас интересует именно последняя версия 8.3.3.687. Проверяем, что эта версия действительно является последней. И нажимаем на гиперссылку для скачивания. Еще раз обращаемся к гиперссылке Download. И скачивание началось. За несколько минут платформа скачается. Обратимся к архиву и выполним его распаковку. Готово. Ну и теперь необходимо выполнить установку. Здесь все довольно просто. У нас есть папка 1s.disk. Опять же, мы можем воспользоваться авторан. Здесь выберем вариант Custom Setup. То есть установка вручную. И выбираем пункт 1c. Enterprise 8.3. Training Version. Открывается мастер установки. Причем, обратите внимание, он использует локальный язык операционной системы. То есть у меня вводятся все диалоги на русском. И, соответственно, установка самой платформы тоже будет выполнена на русском языке. Таким образом, мы скачали с англоязычного сайта последнюю версию платформы 8.3, установили ее и получили самую последнюю версию русской платформы. Собственно, это и требовалось нам сделать. В рамках следующего урока установим типовую конфигурацию. Сейчас нам необходимо установить типовое решение 1s.bh8. Первое, что мы выполняем, это устанавливаем шаблон конфигурации. Для этого обратимся к дистрибутиву. Он располагается в том архиве, который мы скачали с сайта online.1s.ru. Здесь мы можем пойти либо через авторан и установить бухгалтерию, либо обратиться к каталогу accounting и выполнить файл setup.exam. В процессе работы инсталлятора ряд файлов, касающихся бухгалтерии 8.3, будет скопировано в указанный каталог. На самом деле, это все больше ничего выполняться не будет. Этот процесс называется установкой шаблона конфигурации. Завершили мастер установки. А теперь для того, чтобы создать новую информационную базу, нужно обратиться к платформе. Мы можем... Кстати, после установки вот такой диалог у нас возникает. Операционная система проверяет, правильно ли установлена программа. Нужно ответить, что да, проблем нет. Теперь давайте обратимся к платформе. Мы можем использовать либо версию 8.2, либо версию 8.3, которая называется просто 11 предприятие 8. учебная версия. Но раз мы с вами договорились работать в рамках этого курса с последней версией платформы, используем 8.3. Итак, обращаемся к списку информационных баз. Сейчас система скажет, что список пуст и предложит добавить новую информационную базу. Согласимся с ней. Мы сейчас будем выполнять создание новой информационной базы. На следующем шаге мы указываем, какая база будет создана. Либо новая абсолютно чистая, либо мы можем использовать шаблон, только что установленный. Вот она, 11 бухгалтерия предприятия, учебная версия. И я выбираю, опять же, либо чистую базу, либо демо-базу с заполненными данными. Давайте выберем второй вариант. Можем указать произвольное название, я его изменять не буду. Также можно выбрать каталог, куда будет установлена информационная база. Опять же, вы можете при необходимости его изменить. Нажав на кнопку «Далее» и на кнопку «Готово», мы завершаем процесс создания информационной базы. В этот момент происходит создание специального файла на диске, который будет содержать в себе всю базу данных. Итак, сейчас мы видим, что в списке появилась вот эта бухгалтерия предприятия «Очебная версия» и выполняем запуск ее с помощью кнопки «1С предприятия». С помощью данной кнопки выполняется запуск пользовательского режима. Сейчас необходимо будет авторизоваться, то есть выбрать пользователя, под которым будет выполнен вход в систему. Поскольку это демо-база, в ней есть определенные данные, соответственно, есть и пользователи. Я выбираю пользователя с максимальными правами «Любимов» в скобочках «Администратор». Итак, запуск системы состоялся. Вот так выглядит 1С Бухгалтерия 8. Ну что же, мы добились желаемого результата. Установили и создали новую информационную базу 1С Бухгалтерия 8 и запустили ее. По мере развития платформы менялись как внутренние механизмы, так и интерфейс пользователя. И, например, в системах 1С Бухгалтерия 8.0 и 8.1 использовался обычный интерфейс. Давайте приведем пример этого интерфейса. В самом простом случае это вот такой довольно неудобный, нефункциональный интерфейс. Имеется главное меню, где пользователь может выбирать те или иные команды. И панель инструментов с довольно большим количеством команд с интерфейсом. Очень мелкими значками, которые не всегда понятно, что обозначают. Если приложить определенные усилия, то можно из обычного интерфейса добиться того, что он будет выглядеть более приятно. Вот пример конфигурации 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.0. Мы видим, что вот довольно наглядные схемы представлены в рамках этой конфигурации. Но отмечу, что каждый элемент этого интерфейса программировался отдельно. Это довольно большая и кропотливая работа. Далее выходит версия платформы 8.2 и в ней появился так называемый управляемый интерфейс. Его пример мы уже видели в рамках прошлого урока. Это конфигурация 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0. Здесь представлена панель разделов, команды, панель навигации. И все элементы этого интерфейса созданы без программирования. То есть это штатные средства платформы. Далее выходит версия платформы 8.3 и в ней появился новый интерфейс, который называется такси. Приведем пример этого интерфейса. Вот так он выглядит. Мы переключаемся между разделами, выбираем определенные команды, открываются списки различных документов. При этом обратите внимание, все происходит в рамках одного окна. Далее между открытыми списками можем переключаться, либо по необходимости закрывать их. Вот, собственно, с этим интерфейсом нам и предстоит поработать в рамках текущего курса. При этом отмечу, что сейчас наиболее распространенным является управляемый интерфейс и обычный интерфейс. Но опять же, с течением времени интерфейс такси будет набирать свою актуальность. Поэтому уделим внимание именно изучению этого прогрессивного интерфейса. Кроме этого, следует отметить обратную совместимость версии платформы. Это означает, что, скажем, на платформе 8.2 кроме управляемого интерфейса доступен и обычный интерфейс. Также и на платформе 8.3 наряду с интерфейсом такси можно создать конфигурацию на управляемом интерфейсе и даже на обычном интерфейсе, если возникнет такая необходимость. Более детально рассмотрим интерфейс такси, поскольку нам предстоит с ним работать. Итак, обратимся к конфигурации и начнем рассматривать приложение. Итак, в самом верху перед нами область системных команд. Вот она. Здесь мы видим такие кнопки, как калькулятор, календарь, главное меню и также довольно полезная кнопка информация о программе, где мы видим информацию о релизе текущей конфигурации. Он всегда описан в скобках. А также о релизе платформы. Далее, чуть ниже находится панель разделов. Мы можем переключаться по разделам для того, чтобы обратиться к тем или иным командам. То есть, в каждом разделе сгруппированы команды, которые по смыслу к нему относятся. Далее, чуть ниже находится область команд раздела. То есть, соответственно, мы можем обращаться к соответствующим спискам. Это могут быть документы, либо элементы справочников. Навигация между открытыми окнами происходит по стрелкам вперед-назад. Ну и, соответственно, мы можем закрыть те окна, в которых уже нет необходимости. Начало работы системы всегда начинается из главного. Здесь находится определенная форма. То есть, в нашем примере здесь представлены письма. Для определенных пользователей мы можем, допустим, сюда выводить счета на оплату, либо документы продажи товаров. То есть, выводится та информация, которая важна для пользователя. Та область, где располагаются списки информации, называется рабочей областью. Ну и еще одна область команд. Это панель инструментов, где есть такие команды, как поиск информации, информация об истории, избранная. Давайте посмотрим, как пользоваться этими командами. Итак, посмотрим, что у нас есть в истории. То есть, в частности, видим, что вот была история переходов по соответствующим командам и указывается время. Также указывается информация о создании элементов и о том времени, когда, соответственно, это создание было и при необходимости, мы можем обратиться к созданным элементам. Открывается карточка соответствующего элемента справочника, либо конкретный созданный документ. Далее, еще одна очень полезная команда из панели инструментов – это избранные. Сейчас в избранном нет ничего, но я могу сюда поместить произвольные объекты. Но, допустим, очень часто я работаю с документами поступления товаров. Отмечаю звездочкой. И в этом случае данный список попадает в избранные. Также можно в избранные включить отчет. Ну, вот, скажем, отчет остатки товаров. Тоже давайте включим в избранные. Теперь я закрываю все формы. Обращаемся к команде избранные. И видим, что у нас есть две команды. Обратившись к каждой, мы получим то или иное действие. Теперь давайте приведем пример создания документа. Я закрываю все формы. Допустим, меня будет интересовать документ поступления товаров. Я могу создать его несколькими способами. Либо, обратившись к списку документов, здесь появится кнопка «Создать». Открывается форма нового документа. Либо второй вариант. Я могу список документов вообще не открывать. Обратившись к разделу, есть такое под меню «Создать». И здесь я выбираю тот объект, который будет создан. Меня интересует документ поступления товара. Теперь давайте заполним реквизиты этого документа, то есть те поля, которые этому документу характерны. Ну, во-первых, нужно отметить, что у каждого документа есть номер и дата. Дата проставляется текущей. И время тоже будет текущее в момент записи документа. Давайте я укажу организацию, куда оформляется поступление товаров, на какой склад товар поступает, валюту взаиморасчетов и укажем поставщика. Допустим, магазин обувь. Далее указываем товар. Я могу выбрать и списка наиболее часто используемых товаров, либо по гиперссылке «Показать все». Открывается справочник для выбора конкретного элемента. Ну, допустим, поступает некая обувь, босоножки. Количество 10. Поскольку цена у нас простая, сумма считается автоматически. Ну и для того, чтобы зафиксировать результат поступления, нужно провести документ. Вообще у документа есть два состояния. Он может быть просто записан. Это, по сути, черновик. И документ, проведенный, означает, что операция поступления действительно совершилась. При этом обратите внимание, что в избранное я могу добавить не только команды, но и сам конкретный документ. Давайте теперь обратимся к избранному. И при необходимости мы можем этот документ открыть вот таким вот быстрым способом. Зачастую в документах есть табличные части, причем их может быть несколько. В этом случае они будут представлены соответствующими закладками. Но на самом деле табличные части могут быть и у справочников. Теперь давайте обратимся к какому-либо отчету. Отчеты вызываются у нас из раздела по подменю отчеты. Вот, скажем, остатки товаров. Формируем отчет и получаем информацию об остатке товаров на различных складах. Теперь давайте я покажу прием, за который пользователи очень любят 1С. Этот прием называется расшифровка отчетов. Сформируем отчет «Ведомость по взаиморасчетам». Отчет по взаиморасчетам. Формируем его. Так, ну и вот видим, что у нас есть некий клиент. Давайте найдем какие-либо суммы. Вот, скажем, сумма 10 тысяч рублей. Эту сумму я могу расшифровать дважды, нажав на нее. Я могу выбрать один из вариантов расшифровки. То есть, в частности, можно сделать расшифровку до документа. И вот мы видим, какими документами был образован долг контрагента. И этот долг, соответственно, уменьшался. Далее, при двойном нажатии на соответствующую строку, где указан документ, непосредственно этот документ и откроется. И мы можем просмотреть какую-то дополнительную информацию, которая в отчете в явном виде не показана. Ну что ж, мы рассмотрели самые базовые приемы работы с интерфейсом такси. Этих приемов нам будет достаточно для того, чтобы выполнять домашние задания текущего курса. На этом мы завершаем работу с теоретическим материалом первого дня курса. Напомню, что мы рассмотрели общую информацию о системе программы 1С-предприятия, рассмотрели, что такое платформа, конфигурация и информационная база. Далее мы выполнили установку платформы версии 8.2 и версии 8.3, а также создали информационную базу 1С-бухгалтерии 8. После этого обратили внимание на то, какие интерфейсы существуют, и немного поработали с интерфейсом такси. Ну что ж, теория на этом закончена, и далее можно приступать к выполнению домашнего задания.